Многокомпонентное лечение рецидивов с локачественным глюом головного мозга. Для всех злокачественных глюом характерно агрессивное течение и высокий риск локального рецидива, что обуславливает неблагоприятный прогноз. Несмотря на некоторое улучшение результата за счёт многокомпонентного лечения, выживаемость пациента в данной категории остаётся низкой. Низкая основная проблема связана с развитием рецидивов. Выживаемость больных с рецидивами с локачественным глюом в значительной степени определяется эффективностью терапии второй линии. Однако на данный момент стандартных подходов к лечению рецидивов нет. Согласно рекомендации Национальной онкологической сети Америки для лечения рецидивов с локачественным глюом, могут применяться все те же методы, что для лечения первичных. Это повторная операция, лучевая терапия и химиотерапия. В данном исследовании нами была предпринята попытка оценить эффективность многокомпонентного лечения у данной категории пациентов. И определить роль повторного хирургического компонента. В исследовании в результате ретроспективного анализа вошло 124 пациента, к которым был проведен курс лучевой или химия-лучевой терапии на базе Челябинского онкологического диспансера и Центра нейтронной терапии «Город Снежинск». 36 пациентов были повторно оперированы, 7 проведена повторная лучевая терапия. Многокомпонентное лечение получили 57 пациентов с включением различных схем лучевой и химии-лучевой терапии. Стереотоксическая лучевая терапия была проведена 45 пациентам на аппарате «Кибернож» с подведением суммарно-очаговой дозы 27-32 Грея за 3-5 фракций. Нейтронная лучевая терапия была проведена 46 пациентам. В 20 случаях она была проведена в самостоятельном варианте, в 26 случаях – в дополнении к фотонной лучевой терапии. И 55 пациентов получили курсы химиотерапии тимозоламидом или биоватсузумабом. Соотношение мужчин и женщин было приблизительно равным. Очень важным прогностическим фактором является возраст. Так, в данном исследовании преобладали пациенты моложе 50 лет. В большинстве случаев пациенты были с глиобластомами. Что же мы получили? Медиана общей выживаемости составила 47 месяцев. Выживаемость до выявления рецидива – 22 месяца. После выявления рецидива – 25 месяцев. Практически все пациенты пережили один год, и более половины пациентов перешагнули трехлетний рубеж. Анализируя результаты лечения данной категории пациентов, мы не получили достоверного увеличения общей выживаемости у пациентов при проведении многокомпонентного лечения в сравнении с монотерапией, в связи с чем мы детально рассмотрели каждый из вариантов. К сожалению, с учетом значительного количества вариантов многокомпонентного лечения сложно получить достоверные результаты. Но нами отмечено увеличение показателей общей выживаемости у пациентов с наибольшим вкладом в схему лечения – нейтронная терапия. Так, у пациентов с отчетанной фотонной нейтронной терапией медиана общей выживаемости составила 144 месяца. Также значимые результаты принесло добавление в схему лечения химиотерапии. Так, у пациентов сочетание фотонной нейтронной и химиотерапии медиана общей выживаемости составила 120 месяцев. При проведении стереотоксической лучевой терапии и химиотерапии – 26 месяцев. Фотонной химио-лучевой терапии – 41 месяц. Анализируя выживаемость пациентов при проведении монотерапии, максимальные показатели общей выживаемости были получены пациентам при проведении стереотоксической лучевой терапии – 60 месяцев. Но что и неудивительно, потому что данному методу лечения в основном подвергались сохранные пациенты с небольшими размерами опухоли – 2-4 см. Анализируя роль повторной операции, мы пришли к следующим выводам, несмотря на то, что достоверных различий в показателе общей выживаемости не было, отмечена тенденция к увеличению общей выживаемости у пациентов, в котором была повторно проведена операция – 60 месяцев против 46 месяцев пациентов без операции. Ну и в заключении хотелось бы сказать, что лечение рецидива злокачественных глём должно быть персонализировано с учётом состояния пациента. Паравинтерпецедива опухоли обязательно мы должны прогнозировать риск возможных осложнений и доступных технологий, которые будут иметься в каждом центре. И повторная операция и многокомпонентное дювантное лечение позволяют улучшить выживаемость пациентов в данной категории. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад.